В устав Приморского края внесены изменения, которые помогут приблизить депутатов к избирателю. На очередной сессии законодательного собрания было решено увеличить количество одномандатных округов на выборах. Раньше была схема такая. Из 40 депутатов законодательного собрания 20 избирались по одномандатным округам, а 20 по так называемым партийным спискам. Это были кандидаты, которых выдвигали разные партии. После голосования выборы следующего состава законодательного собрания будут проходить по схеме 10 на 30. 30 депутатов будут депутаты-одномандатники и 10 человек это будут депутаты по партийным спискам. Почему я поддерживаю эту систему? Потому что депутаты-одномандатники, они больше завязаны на мнение жителей. По словам соавторов законопроекта, увеличение количества избирательных округов позволит выстроить адресную работу с избирателем. Ведь чем больше округ, тем меньше шансов наладить продуктивный диалог. А чем компактнее, тем теснее будет коммуникация. А значит и поставленные перед депутатом задачи будут решаться быстрее. На моем примере у меня сейчас около 78 избирателей. Тысяча избирателей. Четыре района. Огромная протяженность районов. Чугуевский, Кавалеровский, Дальнегорск, Терней. Чтобы всех отработать, достаточно много времени приходится тратить. В данном случае будет компактная избирательная округа. И соответственно будет более эффективная работа депутата на этом округе. Эксперты отмечают, что поправки не дают преимущества какой-либо партии. Они лишь позволяют каждому депутату лучше донести свою позицию до своего избирателя. Более того, появление небольших округов автоматически снижает цены избирательных компаний. Тем самым увеличивая конкуренцию. Алина Черненко, Игорь Болтов, Новости на Восьмом.